Многие дачники уже давно приспособились использовать на своих огородах то, что обыватели считают обычными пищевыми отходами. Мы уже рассказывали о пользе для растений луковой и чесночной шелухи, картофельных ростков и шкурок банана и цитрусовых. Сегодня мы хотим поделиться способом применения для рассады чайной заварки. Благотворное влияние чая на огородные культуры возможно благодаря наличию в нем ценных веществ. В чае содержатся витамины группы В, А, Е, калий, железо, магний, алюминий, сера, натрий, бор, марганец, аминокислоты, алкалоиды и дубильные вещества. Таким образом, чай помогает развитию корневой системы, предотвращает возникновение хлороза, обеспечивает протекание процесса фотосинтеза, нормализует кислотность и смягчает почву, повышает ее влагопроницаемость, препятствует прорастанию сорных трав и ускоряет перепревание навоза в компосте. Для подкормки можно использовать как черный, так и зеленый чай, листовой или же в пакетиках. Самое главное – позаботиться о том, чтобы заварка не содержала никаких ароматизаторов, красителей и сахара. Спитую заварку необходимо разложить тонким слоем на поднос и тщательно просушить. В таком виде ее можно будет хранить длительное время. Весной при вспашке добавляем в почву 2-3 грамма заварки на 10 квадратных метров участка. Чай также можно класть в подготовленную лунку при высадке рассады в открытый грунт. Приобретая товары по нашим ссылкам в магазинах наших партнеров, вы получаете лучшую цену и помогаете развитию канала. Переходите по ссылкам в описании и заказывайте все необходимое. Стараемся и работаем для вас!